Мы все обеспокоены и губернатором дам вам поручение провести заседание КЧС, заслушать территории, службы по мероприятиям, которые будут проводиться в новогодние праздники. Это первое, но самое главное о безопасности, как в помещениях, где будет очень много людей, детишек, взрослых, всякие мероприятия праздничные будут проходить, елки и то же самое уличные мероприятия, которые трогают погодные условия, нас не балуют, скажем, еще больше добавляют нам всевозможных задач. Поэтому будут задействованы службы, как дорожные, как коммунальные, как энергетические, потому что прогноз не очень радужный и могут быть гололюдные явления, могут быть снежные явления, которые окажут влияние на энергообеспечение. Вопрос очень важный, мы рассматривали в прошлый раз его, это ситуация на водных объектах. Те небольшие морозы, которые были, дали небольшой по массе ледяной покров, много вышло на лед любителей рыбалки, теплые температуры, дождевые осадки уменьшили. И так небольшой ледяной покров, и много у нас уже есть проблем даже с гибелью людей, все очень печально. Поэтому мы тоже послушаем, какие выставлены наши аншлаги, какие рабочие группы, все ли еще раз исполняют те приказы, которые в районах приняты в хождение в осенне-земний период. И особенно то, что касается водоемов, это тоже, тем более 10 дней, практически 10 дней будет каникул, тоже народ пойдет и на водные объекты. Также проблема у нас возникает, это переправы, потому что нет льда, нет ледовых переправ, несколько территорий у нас находятся отрезанными от большой земли. Поэтому мы тоже рассмотрим, чтобы в это время спасатели работали, чтобы они помогли людям, плав средствами, если необходимость какая будет, для того, чтобы всего у нас 23 переправы должны быть, рабочие только 70, на сегодняшний день остальные по причинам погодным пока еще не наведены. Поэтому вопросы все важные, и мы их сегодня будем рассматривать. Редактор субтитров А.Семкин